Доброго времени суток! Рассматриваем ключевые фрагменты решения следующего задания. Система с параметром. Найти все значения параметра А, при каждом из которых данная система уравнений имеет ровно два решения. Начнем с преобразования первого уравнения. И если его правильно сделать, это преобразование, то получается, что первое уравнение описывает на самом деле некоторую гиперболу с определенным условием и некоторую прямую. В результате графиком первого уравнения является гипербола, но только не вся. А какая? Мы выясним на онлайн занятиях. Или это будет в какой-то другой версии этого решения. Здесь я повторяю только ключевые фрагменты. Итак, графиком первого уравнения является объединение вот этой прямой. Y равно X минус 8. И гиперболы. Y равно 1 минус 8X. Вот той ее части, которая лежит во второй четверти. И части этой гиперболы в четвертой четверти. Вот от точки А до точки В. Как найти координаты этих точек, мы тоже с вами выясним на онлайн занятиях. Или вы это выясните самостоятельно. Далее. Второе уравнение на самом деле описывает бесконечное множество прямых с одним и тем же угловым коэффициентом. 2. То есть, это бесконечное множество прямых, параллельных прямой Y равно 2X. И тогда, из геометрических соображений, для того, чтобы эта система имела ровно два решения, мы и должны иметь две точки пересечения. Вот этой зеленой прямой. Вот с этим красным графиком. Заметим, что поскольку в уравнениях прямых Y равно 2X плюс А и Y равно X минус 8, разные угловые коэффициенты, следовательно, эти прямые пересекаются при любом значении параметра А. То есть, одна точка пересечения уже есть. Когда же будет две точки пересечения? Ну, один раз это будет в тот момент, когда прямая Y равно 2X плюс А будет касаться этой гиперболы в точке С. Вот при каком-то значении. И когда эта прямая будет касаться этой гиперболы в точке D при каком-то значении. Вот сейчас посмотрим. Вот у нас с изменением параметра А опускается вот эта прямая. Y равно 2X плюс А. Так, минус, минус, минус. У нас вот в какой-то момент при каком-то значении параметра А эта прямая пройдет через точку D. И тогда у нас получается, в принципе, вот эта вот точка пересечения прямой Y равно X плюс 8. И этой зеленой прямой построение пересечения. То есть, вот эта точка пересечения всегда у нас есть. А это будет еще одна точка пересечения. Далее. Далее, конечно, нужно будет каким-то образом установить. Установить. При каких значениях параметра А вот эта зеленая прямая пройдет через точку А. При каком значении параметра А эта зеленая прямая пройдет через точку B. И вот когда мы все это или с вами, или вы самостоятельно, когда все это установите, то для вас совершенно очевидным будет следующий ответ, который я показываю, который вы либо подтверждаете, либо опровергаете. Удачной вам подготовки к любым экзаменам, не только по математике. По математике всегда рад вам помочь. С вами ваш Виктор С.H. Частный преподаватель математики из города Новокубанска. Солнечная Кубань, Краснодарский край. Всего доброго. Увидимся, когда увидимся.